От Финляндии. Помните, мы говорили, что экспорт российского никеля. Да, они в НАТО вступили. Да, все. Они вступили в НАТО. Мы попытались после этого завалить никелем по брови, как в золотой антилогии. Забросать их никелем, короче. Но они, по-моему, они опомнились вовремя. Когда примерно до шеи дошел им никель, они остановились и не стали его так отчаянно покупать. Ну вот, это, по-моему, мартовская новость. То есть, Финляндия выстрелит себе в ногу, цитата, запретив импорт российского никеля. Подождите, ну а это НАТОвские фашисты. Разве не хорошо, что они выстрелят себе в ногу? Нам не придется стрелять им в ногу тогда. Ты сейчас путаешь. Это они говорят о том, что они хотят запретить российский никель, импорт его. И тем самым они выстрелят себе в ногу. Для нас же хорошо. Я рассуждаю в логике непримиримого борца с НАТОвской гегемонией. Если какие-то НАТОвцы решили себе ногу прострелить, мне это хорошо только, да? Сталин бы обрадовался, если Гитлер себе из парабелла выстрелил бы в колено. Наверное, обрадовался бы. Но тогда надо наращивать экспорт российского никеля. Надо как можно больше НАТОвским фашистам его продавать, они стреляться начнут. Да, чем больше пули у них будет, тем больше вероятность, что кто-то в себя выстрелит. Чисто математика. Вот она, патриотическая математика. В общем, это заявил министр экономики Вилли Рюдман. Хорошая санкция – это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее... Хорошая санкция – это та, с которой мне на счет капает, сказал министр. Хорошая санкция – это та, с которой мне на счет капает.